ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то застрял. Какому-то бедологе придется Новый год в лифте встречать. Ура, ты что делать теперь? Я, вообще-то, на эфир опаздываю. Дверь захлопнулась. Люди, выпустите меня отсюда. Какой ужас, у меня сейчас эфир. Народ, слышит меня кто-нибудь? Ну вот, еще пять минут, и я в больнице окажусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый год, он и в операционный Новый год. И даже здесь есть место праздников, перерывах между операциями. Врачам тоже хочется сесть за праздничный стол. А потому они убедительно просят всех самарцев быть предельно внимательными и осторожными в новогоднюю ночь. И не попадать в больницу. Испорченная куртка – не самый плохой исход опасного увеселения. Глобальная сеть пестрит роликами, пугающими и полными морали. Но каждый год, 31 декабря, в больницах встречают гостей. В основном попадают те, у кого чувство самосохранения подводит. Некоторые любопытные встречались в такие моменты. Смотрят, как же зажигается этот фейерверк, и какие процессы происходят внутри. При этом получали тяжеленные травмы, и примеры тому есть. Несет опасность и обычная новогодняя ель. Особенно для тех, кто навеселе. В прошлом году офтальмологи зафиксировали пять случаев слишком тесной дружбы человека с иголками. Уже во время праздника съелка обниматься – это уже экстрим. Обычно все-таки это во время приготовления к празднику. Здесь и дети, и взрослые. Встретить Новый год не в салате, а в адеквате. В преддверии застолья врач дает советы, как отпраздновать без вреда для здоровья. Быстрее всего объединение наступает после шампанского. Лучше не мешать крепкие напитки с газировкой. Максимум накопления алкоголя, этанола в крови – это через час-полтора. Поэтому не надо ждать быстрого действия алкоголя и брать его все больше и больше, потому что через час-полтора это наступит максимум, и уже вы не в состоянии будете продолжить праздник. Можно отличиться на Новый год и без употребления алкоголя. Самый простой способ – угодить в роддом. Необычно и полезно для дела. 18 малышей появились на свет под бой курантов в 2012 году. Новогодняя ночь положила начало бэби-буму. В год дракона в Самарской области родилось 40 тысяч детей. Теперь ответ за годом в 2013. Астрологи уверяют, люди, рожденные в год змеи, должны обладать мудростью и обаянием. Существует десятки способов необычно встретить Новый год. Один из них – экстремальный. Но даже в трудных условиях всегда найдется место празднику и хорошему настроению. Это прям как и я. Это из фарфора. Осужденные 15-й женской колонии резко похорошели. В прошлой жизни педагог Светлана встретит 2013-й за решеткой в образе цыгана Забара. Персонаж известного фильма «Табор уходит в небо». Новый год в гостях у Рады. Многочисленная цыганская диаспора здесь правит бал в организации праздников. Номер Светланы – гвоздь концерта. Играть мужские роли практически в таборе ее не смущает. Вся трупа цыган. Я одна единственная представительница русская. Откуда вот такое хорошее актерское мастерство у тебя наблюдала? Ну, мне кажется, у меня не прошло даром. Мой педагогический стаж, который я имею 17 лет, я отдала работе в школе. Самая по себе тоже рождена в год змеи. Это мой год, в который я планирую освободиться. Это произойдет. Я убеждена в этом. «Полюбила я такого молодого горного». Новый год за решеткой в 15-й колонии встретит более 800 женщин. Репетируют основательно. Смотреть новогоднюю сказку придут и 30 малышей из местного дома ребенка. Эти дети рождаются в тюрьме и находятся рядом с матерями до трех лет. Малыши вряд ли осознают свое необычное положение и с нетерпением ждут новогодних подарков, пока воспитатели наряжают новогоднюю елку. Наша телекомпания присоединилась к поздравлениям. «Очень признательны вам подарки за внимание оказанное. Приезжайте еще к нам. Мы всегда вам рады. Лучше вы к нам». В закулисье все как по нотам. В усиленном режиме создают ощущение праздника. Комнату украшают самодельными шурой, снежинками и стенгазетами собственного производства. Для новогодних поздравлений работает местная почта Деда Мороза. «Самим осужденным нельзя из одного отряда заходить в другой отряд. Значит, у нас работает вот такая почта. Сейчас вот в отрядах мы видим, да, организованы вот эти почтовые ящики. Мы их заранее до 31 числа собираем эти открытки, потом будем сортировать по отрядам, и Дедушка Мороз со Снегурочкой будут их вручать с пожеланиями». Дед Мороз со Снегурочкой тоже местные. Девушки с радостью согласились сыграть сказочных персонажей. Как и все в этой колонии загадали одно самое заветное желание. «Здесь у каждого одно только желание – скорее домой, к родителям, к семье, к детям. Только одно желание может быть». Сроки заключения у всех разные, да и испытания колонии выдержать нелегко. Но осужденные надеются, что новогоднее чудо все же произойдет. «Не повторять тех ошибок жизненных, которые я смогла в свои уже зрелые годы совершить». На этом наши экскурсии, как и мой рабочий день, закончены. Пора и на стол накрывать. Павел Баймаков, Валерий Шаронин, ГИС События. Фу, пятый этаж, еще 12. И почему в подъездах эскалаторов нет, как в метро? Встречать Новый год в обнимку с тазиком салата Оливье – это не наш метод. Человек ищет там, где лучше, а журналист – там, где глубже. Мы решили встречать Новый год в Самарском метрополитене. Как оказалось, отличный выбор. Тепло, даже жарко, немноголюдно, мала вероятность прихода незваных гостей. Некоторые операторы сотовой связи до сих пор не дотянулись сюда своими вездесущими щупальцами. Значит, внезапного вызова на работу не будет. В тоннелях немного страшновато. Жути добавляют рассказы сотрудников метрополитена. С утра, когда под конец рабочей ночи идешь на станцию, вдалеке там какой-нибудь, а в другой службе у них и ящики стоят, где с их оборудованием. А вот иногда этот ящик можно принять за какой-то силуэт непонятный. Поэтому новогодний стол лучше всего организовать в вагоне. Здесь почти как в междугородних поездах. Так и хочется развернуть фольгу с жареной курицей и начать чистить вареные вкрутую куриные яйца. Мы решили закусить, чем Бог послал. Ходят легенды, что в Самарской метрополитене есть сокрытая станция, где хранятся стратегические запасы тушенки на случай какой-либо глобальной катастрофы. Никто до сих пор не смог обнаружить эту станцию с тушенкой. Совсем никто. На каждой станции стоит новогодняя елка. Сотрудники метро рассказывают. Положишь под такое деревце письменную заявку. Дед Мороз обращение рассмотрит, изыщет средства, освоит бюджет и исполнит заветное желание в кратчайшие сроки. Дорогой Дедушка Мороз, хочу новый ноутбук Apple за 100 тысяч рублей. Дед Мороз! В новогоднюю ночь здесь в одиночестве не останешься. Сотрудники метро работают круглосуточно. Кто-то будет встречать 2013 год на боевом посту. Каждый вечер накануне Нового года их традиционно поздравляют коллеги. Директор метрополитена, председатель правкома Дед Мороз и Снегурочка объезжают все станции и дарят дежурным подарки. Когда Дед Мороз едет, тут детишки, если едут с детишками, подходят, стихи рассказывают, тоже подарки вручают. И взрослые подходят, иногда песню, кто что там, как сымпровизирует, кто стишок расскажет, кто песенку споет. Нам Новый год все как дети ведут себя. Это же праздник. Кстати, в новогоднюю ночь для дежурных сотрудников метро действует сухой закон. С утра их проверяют на алкотестере. Недоверие здесь ни при чем, простая формальность. Впрочем, чтобы весело встретить Новый год, алкоголь не обязателен. Ведь правда? Как показал наш опыт, где Новый год не празднуй, все равно проснешься в каком-то непонятном... А, метро. Что радует, здесь можно добраться домой без пробок. Алексей Захаров, Владислав Банин, ГИС, События. Вот что значит телекомпания. Даже окна звуконепроницаемые поставили. Тут хоть рок-концерт играй, никто тебя не услышит. Народ, есть кто живой! Вот, и вообще вот сейчас мы поколбасим музон такой брутальный. Будет все нормально. Как обычно? Как обычно. Ладно, не уважай, не уважай. Металисты тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Праздники они любят, как и все остальные. Правда, увлечение музыкой проникает во все сферы их жизни. Новый год готовы праздновать за своим любимым занятием. Я чувствую себя рождественским гномом. Деда Мороза тяжелого рока. Оратория родилась в поселке Рощинский. Все музыканты в детстве познали вкус военной службы, мотались с родителями по гарнизонам. Сами погоны не носят, зато погонными метрами на каждом концерте отгружают суровую мужскую музыку. Новый год волшебный праздник. Праздник, когда сбываются все мечты. Даже самые оригинальные. И каждый его отмечает. По-своему. Вместо елки барабанная установка. И гирлянды и железные цепочки – компромисс между традицией и модерном. А так, все как положено. Шум, веселье и атмосфера праздника. Настоящий зимний салат. Особенно отрываются те, кто уже не надеялся поесть оливье. Дорогие друзья, вот мы пережили очередной конец света. И теперь нам предстоит с вами вместе пережить Новый год. Поэтому мы от всего сердца желаем вам классного, брутального, настоящего хэви-металлистического Нового года. И, конечно же, нам еще в этой жизни предстоит раз двадцать встретить очередной конец света. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Анастасия Зубарева, Владислав Манин. ГИС События. Мурат, а ты веришь в Деда Мороза? Да, конечно. Ты думаешь, до телевидения ничем я занимался? Нет, Деда Мороза не существует. Если бы он был, он бы этого точно не допустил. До Нового года остается совсем мало времени, а Деда Мороза все нет. Поэтому приходится выходить из ситуации и наряжаться в костюм самой. Все-таки я надеюсь, что он появится, потому что в шубе жарко, борода колется, а шапка Деда Мороза мне как-то великовато. Если сказочный волшебник так и не появится, придется обратиться в праздничное агентство. Тут дедушки, как говорится, на любой вкус и цвет имеются. Трудятся сказочные персонажи все новогодние праздники, не покладая рук, ног и прочих частей тела. Новый год они традиционно на рабочем посту встречают. Красная шуба в пол, посох, шапка и щеки порумяней. Вуаля, и простой человек уже Дедушка Мороз. Это только малыши думают, что Дедушка всегда в таком облачении находится. На самом деле с него 33 пота сходит. Вообще работа у нас хорошая, но не могу сказать, что особо легкая. Квартиры теплые, печки жаркие, а мы люди морозные. Так вот входишь в квартирку и потаивать начинаешь. С часового праздника можно и мокрым выйти, потому что мы под халатик куртки потолще одеваем, дабы дедушка под уродни и сморелся. Собраться самому полдела. Какой же Дед Мороз и без Снегурочки? Снегурочка! Снегурочку на новогодние праздники Елена перевоплощается уже 6 лет. Подготовку к утренникам начала еще в ноябре. Хлопот много. Сценарий подготовь, подарки закупи, костюмчик нагладь, да и над самовнушением поработай. Никакими способами невозможно убедить ребенка в том, что мы настоящие, кроме как самим поверить в это. Ни один самый прекрасный сценарий, ни самый красивый в мире костюм, ни самый замечательный в мире реквизит не подарит ребенку ощущение сказки, что к нему действительно пришли Дед Мороз и Снегурочка. Устроить ребенку праздник на Новый год в среднем родителям обойдется в 2000 рублей. Но все зависит от запросов. Можно и на 10 тысяч разгуляться. Работы у сказочных персонажей хватает. 31 декабря – самая горячая пора. Дети очень любят, когда Дедушка Мороз стучится в дверь после последнего боя курантов. Это самое большое счастье, когда они из-за новогоднего стола буквально кидают друг друга мандаринами, бегут открывать дверь, а там вот он, вот он праздник. Подготовились. Ну пойдем детишку радовать. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, ГИС События. И там есть кто живой? Я слышу, кто-то ходит по крыше. Можете спуститься на 17 этаж? Выпустите меня отсюда, я на балконе закрыта. Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный, как уголь, но тоже из фарфора и такой же чистенький и милый, как все иные прочие. Он стоял грациозно, с лестницей в руках, и лицо у него было бело-розовое, словно у девочки. И это было немножко неправильно. Он мог бы быть и почумазей. Стоял он совсем рядом с пастушкой. Ой, а вы кто? Я сказочный трубочист. А вы кто? Здравствуйте, а меня Марина зовут, я журналист. Очень приятно. Очень приятно. Лицом к лицу с настоящим трубочистом на крыше 17-этажного дома. Одна из самых таинственных и романтических профессий. Как и два века назад, в руках неизменный инструмент – щетка для чистки труб. Только уже осовремененный вариант. А чистить приходится не только домоход. Хотя даже в 21 веке, даже в городе, есть дома с дровяной печкой. От жира и сажи чистят вентиляционные каналы, газоходы и камины. Сажа со временем соединяется с лагой, да, с конденсатом. Этот состав превращается в кислоту синильную, которая начинает разрушать кирпич, кладку, что это и вредно для домохода. Домоход вообще – это легкие дома. Нет домохода – все. Начинается проблема в доме. Забитый домоход смертельно опасен. Продукты горения тянутся в дом, и люди могут задохнуться. Потому так важно два раза в год после сезона отопления и перед ним проверять трубы. Чего только не достают из них трубочисты. Даже птичьи гнезда. Кладов, правда, не находили. Каждый год нас тоже вызывает Санта-Клаус, Дед Мороз. Иногда и в ночь перед речетом, и ведьма. Чтобы мы могли прочистить домоход, они смогли спокойно просочиться в квартиру, оставить подарок под елкой, поздравить детей. И также спокойно, в чистом виде, покинуть этот домоход. Они не застревают там? Вот удивительно. Я сколько раз спрашивал Деда Мороза, научи, ну как ты такой большой и толстый, и пролетаешь туда и обратно. Секрет – это волшебство. В давние времена люди прочили трубочистам чуть ли не магические способности. Считалось, например, что встретить трубочиста, идущего навстречу, к счастью, потерять блестящую пуговицу на его форме – к удаче. Но пускай современные трубочисты не ходят в цилиндре и в сажу с головы до ног, но мы надеемся, а перед Новым годом, ну так хочется верить в чудеса, что магические свойства их пуговиц все равно сохраняются. Поэтому мы сейчас подержимся, загадаем желание. Можно? Да. Мы загадываем желание, чтобы все влюбленные были счастливы вместе, а те, кто не влюблены, обязательно влюбились, но обязательно взаимно. Сбудется? Сбудется. Ой. Так и осталась фарфоровая парочка неразлучных. Пастушки и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились. Вот такая сказка. А трубочист, кстати, был самый, что ни на есть, настоящий. Марина Матвеевична, Дмитрий Тарасов, ГИС События. Ох! Ты змею видел? Вон, змея была настоящей. Мне кажется, это удав. А удавы вообще кусаются? Да. Да, похоже, змея сбежала именно отсюда. Еще утром их было 26, а сейчас 25. Вроде тепло, и компания подобралась хорошая. Что же отправился искать? Символ 2013 года теперь будут выяснять серпентологи и сотрудники МЧС. В следующем году сородичи мудрого Ка станут весьма популярными домашними животными. Вот и на этой выставке рептилий гады вполне ручные. Для Алексея, заклинателя змей, ядовитые и безобидные чешуйчатые – хобби, работа и постоянный источник адреналина. В обычной квартире он держит несколько десятков экзотических питомцев. Ухаживать за ними несложно. Главное – обеспечить оптимальную температуру в террариуме, поставить ультрафиолетовую лампу и следить, чтобы змееныш не простудился. А еще нужно иметь крепкие нервы. Почивать питонов и удавов приходится только живым кормом. Мелких змей – хомячками, крысами, ну и крупных, допустим, как тот, кролики. Кролики. Ну, за раз прям в рядок там по пять-шесть кроликов взрослых съедает. Сам же Алексей под бой курантов поднимет бокал не с шампанским, а с особым напитком – змейным ядом, смешанным с крепким алкоголем. Так хозяин удравшего питона собирается отпраздновать возвращение змеи. Может, ее найдут поблизости от Самарского зоопарка. Сюда не раз доставляли рептилий, выловленных на улицах города. Вообще, случай змейных побегов – не редкость, утверждают специалисты. Если у кого-то убежала экзотическая змея, она может в любой момент, может через день оказаться у соседей или в квартире, хозяин может ее найти, а может через полгода. В уютных террориумах зоопарка все змеи под пристальным наблюдением. В следующем году это место обещает стать магическим. Здесь просто кишит удача. А вот подколодные гадюки в зоопарке не водятся. Многие задаются вопросом, что у змеи такой коварный характер. Это все, конечно, ассоциация человека, у змеи характер совершенно другой. Из-под тишка они никогда не нападут. По восточному календарю Новый год наступит 10 февраля. Но черную водяную змею даже двух короновали заранее. Пятилетних ужей Адама и Еву пересадили в праздничные апартаменты. Змея считается ползочным воплощением мудрости, знаний и спокойствия. Астрологи уверяют, что змея 2013 любит все новое и неизведанное. А значит, следует ждать необычных открытий, креативных и интересных решений. А еще говорят, чем больше змей пригреешь на груди, тем счастливее будет год. С одной я уже подружилась. Пропавший питон в Самарском зоопарке пока не замечен. Поиски ползучего символа наступающего года продолжаются. Девочки, представляете, я сейчас реальную змею увидела. Ситуация просто показалась. Ты переутомилась, поднимаясь по лестнице. Ну, конечно, в этом году было всякое. Мы готовились к концу света. Больше, чем обычно думали о футболе. Долго ждали снега. И все-таки мы добрались. С Новым Змеиным Годом! С Новым Змеиным Годом!